В России сейчас расследуют сотни уголовных дел о вербовке и отправке наших граждан в ряды зарубежных бандформирований. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка. В Сочи он принимает участие в работе региональной конференции Международной ассоциации прокуроров. По данным Чайки, сейчас на стороне террористов в Сирии воюют граждане более 100 государств. Иностранцев среди боевиков 40%. В Верховном суде Российской Федерации по заявлению Генеральной прокуратуры России, ИГИЛ и Джабхат Аннустра признаны террористическими организациями. Соответственно, и участие в их деятельности образует состав преступления. Эти меры способствовали повышению эффективности работы правоохранительных органов по привлечению к уголовной ответственности граждан России, воюющих на стороне бандформирований, на территории иностранных государств, проходивших обучение в лагерях террористов, вербовщиков и организаторов каналов переправки боевиков. По таким фактам следственными органами России уже расследуется почти 650 уголовных дел. В свою очередь замдиректора ФСБ сообщил, что почти 7 тысяч боевиков ИГИЛ – это выходцы из стран бывшего Советского Союза. По словам Евгения Сысоева, сейчас террористическая группировка усиливает свои позиции в Афганистане, планирует создать там Эмират. Это угрожает государствам Центральной Азии, Ирану и Китаю. Также Сысоев рассказал, что на Северном Кавказе были ликвидированы 7 бандгрупп, приткнувших к ИГИЛ.